КРИМИ Никаких предисловий, просто японская ООООХИГАУ Я в течение нескольких роликов собираюсь поведать вам про игру Бангеры, которую многие ошибочно считают очень сложной, вырвеглазной, тошнотворной, продуктом формата не пойми что или же просто ху**ой Слухи неправдивые я развею, а вас же попытаюсь убедить, что Бангеры это одна из самых величайших игр жанра без жанра, которую вы поймете и захотите пройти лично Нет, вы сука обязаны будете ее пройти, потому что для мира видеоигр Бангеры это как для синематографа Космическая Одиссея Басковой или же Зеленый Слоник Кубрика Цель конкретно данного ролика, а именно первой серии, познакомить вас с миром, лором и заложить в ваши умы тот самый фундамент понимания происходящего Вы у меня землю жрать будете, плакать, проситься домой, но в суть игры вникните А пока что знаете, что спонсором данного познавательно-образовательного ролика является Raid Shadow Legends Да пронзит, что-то там небеса Для тех, кто в танке и вообще не в курсах чего происходит в мире высококачественных игр, Raid это абсолютно бесплатная коллекционная пошаговая игра в стиле темного, брутального, как Ирина Аллегрова фэнтези В нее, кстати, можно играть как на мобиле, так и на ПК С Raid'ом вообще много чего сейчас связано в интернете, форумы, ютуберы, сообщества всякие, где люди обсуждают и думают Как лучше всего качаться и существовать в самой игре, чтобы нагибать и не быть нагибнутым Плюс в игре появилась новая групповая PvP-арена Участвуешь в серии из трех сражений, выигрываешь две битвы из трех и все Можешь считать себя убер-челиком И кстати, совсем скоро за достижения на групповой арене начнут выдавать знатные призы Ага, залетай! Не так! А если же ты хочешь реально поддержать канал и чтоб я и дальше жил, то пожалуйста, качни рейд Shadow Legends по ссылке в описании И ты получишь 50 тысяч серебряных монет, 50 рубинов, 5 загадочных осколков, 1 день ускоренной прокачки Еще ты получишь ключ кланового босса, а также крутого чемпиона-палача в качестве бонуса И поторопись, бонусы будут действовать только следующие 30 дней Удачи! На удачи! И жду тебя в рейде! Ну сделай ролик по вангерам Мы хотим, чтоб ты страдал И вот мы с вами снова тут один на один Вы просили вангеры И теперь от меня никуда не убежите И будут блаженствовать все А я же буду смотреть на вас И обливаться флегмой Похохатывая в своем эскеве И глядя на ваши комментарии через линзу Сама игра вышла в 1998 году Из-под пера российской студии КД ЛАП Это, пожалуй, все, что вам пока что стоит знать, козявки Самих вангеров даже сейчас можно сыграть вполне спокойно Благодаря повторному выпуску игры на современных системах Спасибо вам огромное Особенно тебе, сладкий ты мой Меня все зрители задолбали вангерами А тебя же они потом закошмарят Просьбами сделать вторую часть Ох, уж ты мне поверь Вот вам главное меню Сразу же дающее понять, что впереди нас ожидает Прекраснейшее приключение И санаторий для глаз Прежде чем начать саму игру На нас буквально вываливают из цинкового ведра Тонны текста с предыстории того Что да как тут произошло Конечно, вы в папирое вообще ничего не поймете Да и я более чем уверен, что многие При первом заходе в игру даже не читали Эти манускрипты, а потом такие Эээ, мя-ми, я ничего не понимаю Возьмите мои какашки Но поскольку мой контент познавательный А я по профессии преподаватель Всю инфу я разжую и срыгну вам в рот Вся инфа будет пока что максимально упрощена Но в дальнейшем я буду дополнять И дорассказывать что да как И уверяю вас, что после этой инфы Вы при заходе вангеры будете говорить Жили-были люди И некоторые из них в своем познании Настолько преисполнились, что поняли сущность бытия Таких убер-человеков звали Спириты Они соединили между собой материальное и духовное Тем самым открыв себе глаза На реальную расстановку вещей А именно, что мир он как бы не космос А скорее как пузырики Где каждый пузырик это отдельный мир Людям настолько эта тема стала по душе Что они решили о чем нам все эти пузыри Не посетить, захватить И стать вообще убер-молодцами Создали они специальные порталы Которые вовсе не порталы, а коридоры Да начали свой марш славянки по разным мирам И все бы ничего Но люди по натуре своей тупые и очень жадные Вау, так реалистично А поэтому вместо того, чтобы поступить по уму А именно посетить мир Обжить его в стиле сеттлерсов и двинуться дальше Они дупо захватывали один мир за другим Образуя людскую цепь миров И видимо надеясь, что кроме них уж точно никого не было И не будет И что вы думаете? Все пошло по матушке вагине В одном из миров была жизнь Но не гуманоидно-шизоидная С индивидуализмом и любовью к мемасикам А инсектоидная, коллективная Разум улья с переходом на деление территории Жучиными семьями Считай как тираниды Только их социальный строй был более извращенный С матушкой Лениным во главе В народе же их называли достаточно просто Криспо Потому что уж больно звонко хрустели под колесами броневичков Картофельные чипсы Криспо Переехал и поел Поначалу приход людей даже не был замечен Потому что у всех были свои заботы и природные потребности Но именно уничтожение двуногими Первых признаков неизвестной жизни И дало начало эпическому вбросу говна в вентилятор Ведь ко всеобщему ужасу Жуки дали сдачи В рыло и на чай Не успели люди оглянуться Как насекомые Огромной армадой Двинулись в сторону коридора к людской цепи миров И далеко не из любопытства А из желания откусить человеком жопу И обжить новые территории Люди к такому не были готовы Коридор закрыть не успели А во многих мирах так вообще Цивилизация только обустраивалась Вещи раскладывались Обои клеились Ямы под сральник рылись А про оборону с турелями Или банальную защиту в виде мешков с песком И речи не было Сами же двуногие как и Криспа Получили кличку Софти За свою мягкость и слабость тела Плюс в дальнейшем жуки быстро осознали Что теплые мягкие тела этих самых Софти Очень даже пригодны для кладки личинок Поэтому у жуков появился еще один интерес Интимный Попытка хоть как-то спастись от всего этого ужаса Людям пришлось отрубить главные коридоры А путь на землю и вовсе был оборван Тем самым оставив миллионы людей в этой чертовой цепи без пути к отступлению В этом же аду остались те самые уберлюди Спириты Которые прохавали суть жизни Они скооперировались с выжившими И шахнули по жукам биологическим оружием Тем самым заразив и врага И себя Ход гения Тараканы знатно охренели от такого финта ушами И масштаба взражения Что тоже взяли да отрубили все коридоры К их оригинальному миру Чтобы главный разум Улья не сдох И вроде все исходные миры остались при своем Но в самой цепи творился полный хаос и натуральная королевская битва Мало того, что жуки и люди рвали друг друга Высаживали яйца, жрали Но еще из-за биологической атаки Заразились абсолютно все Ведь заразе банально было некуда деваться Все друг друга убивали, умирали Плавились и мутировали из-за вируса Это мирское историческое действие было названо Супом существ И чтобы вы хотя бы примерно осознали весь этот кошмар В особо жаркий день Блевонительный муравейник Адский биологический бульон кипел В нем словно в мясорубке перемалывались разные виды живых существ Только вот на выходе Появлялась новая жизнь И этой жизнью были существа Понабравшие от жуков способность к выживанию А от людей возможность абстрактно мыслить и осознавать себя Короче это были ужаснейшие уроды мутанты Похлещ Кайвера и Аллы Пугачевой А у самого нового вида было свое название Биос Далее в предисловии есть некоторая информация про Криспо и их жизненный уклад Имевший свое место до всей этой войны Тут немного сложновато по инфе, так что будьте внимательнее Есть Криспо, а у Криспо есть Пахан Точнее мать семьи, которая на ментальном уровне была чем-то нам совершенно непонятным Людских эмоций ей не понять Но при этом разум ее сложен И назвать жучинную Милфу просто тараканьей маткой Ни у кого язык не повернется Само же вторжение в иные земли происходило именно Благодаря ее биологическим особенностям И про эти самые особенности я попадаюсь изъясниться на Чисто научном лангуаге Мать высирает из себя живые подземные торпеды Воняющие особыми феромонами Эти торпеды называются куклами И на след их вони все жуки бегут Словно около футбольщики за неотсосанной писей Именно таким макаром с помощью матери И захватывались новые территории Кукла в новый мир, жуки за ней Эти подземные фанкопоп, кстати, живут очень и очень долго И могут перемещаться под землей куда матери угодно Времена эти, конечно, уже давно прошли Но сами куклы из-за своей долгой живучести Все так же проразят искаженные земли Без определенной цели и оторванной от матери семьи У новой жизни, выросшей из супа существ, кстати, остались Некоторые чувства к этим странным запахам Только вот они и сами не понимают почему Что мы в итоге имеем? Произошла величайшая в своем роде биологическая катастрофа Вся жизнь успела измениться по сто раз Выросло не одно поколение неописуемых дегенератов Представляющие из собой смесь инстинктивного и разумного И, конечно же, тут у каждого возникнет вполне логичный вопрос А как они вообще живут? Из всей этой цепи миров по факту остались обитаемые три В остальных же... Ох... В каждом из этих трех миров живет свой вид так называемых биосов Которые, прошу заметить, сильно отличаются друг от друга Да, эти мутанты еще и по разным путям развития пошли и даже умудрились заиметь неприязнь друг к другу Все эти существа разумные и в каждом мире образовали свое собственное общество Для такого рода социума даже придумали отдельное название Банч Банчи И, кстати, обитают эти банчи не совсем на поверхности Во время войны многие люди укрылись в удобных бункерах глубоко под землей Эти сооружения, кстати, называются эскейвами В них все были довольны, кушали хрумки, смотрели аниме И, конечно, зараза настигла всех этих обитателей в той же мере, что и остальных А поэтому спустя поколение их потомки-мутанты сами убжили эти прекрасные подземные хаты И чилят сейчас ничуть не хуже Что самое забавное, так это то, что у каждого банчи имеются свои собственные рутинные традиции, которым они следуют Допустим, раньше в деревнях карлики-крестьяне жили по принципу Засеять, вырастить, собрать и зимой чили докушать орешки-кириешки Банчи существуют именно по такому же принципу Этот круговорот событий называется цикл Каждый банч уважает свой цикл И ехидно наспихается над циклами иных банчей в других мирах цепи И тут-то мы подходим к самой главной части Вангеры-вангеры, это торговцы Курьеры Пираты и просто непонятно кто Которые гоняют по поверхности На машинах былых времен Именуемые мехасами Именно они и являются тем самым связующим звеном между эскеевыми и другими банчами Откуда они появились? Как? Мало информации об этом, но одно известно точно Жизнь без вангера, как виндоус без сапера Все запомнили? Существует цепь миров Живых миров аж целых три В каждом мире обитают биосы в своем множестве составляющей банчи И эти самые банчи населяют подзены эскеевы Которые живут очень даже хорошо, ведь чтят традиции и живут по циклам А помогают им в этом вангеры, способные доставлять что угодно, куда угодно И просто держать связь между эскеевыми Запомни, запиши, нарисуй арт, напиши фанфик Потом приду, проверю События данной игры происходят спустя тысячу лет после войны А мы же берем на себя роль вангера Знакомьтесь, это липкий Он, как вы поняли, биос, но конкретно его вид называют элиподами Жирные, зеленые, инфантильные личинки с ногами и мордами, как у ЛСДшника Сами же мы сейчас находимся под землей в элиподском эскееве Где липкий готовится проинструктировать нас Иначе выйдем мы на поверхность с пустой головой, мигом помрем А так, глядишь, помрем не сразу, а через минуту или две Но перед этим мы можем пощупать сам интерфейс бытия в эскееве Что-то можно покрасить, где-то открыть А еще можно нажать кучу других кнопок Но вы их значения не знаете, так что лучше не надо Липкий относится к нам буквально как к говну Говорит, что мы козявка, навозник, ютубер, делающий видосы формата кратко про И вообще ничего подробно он нам рассказывать не будет Потому что наш вангер ушлепок И, скорее всего, долго не проживет А значит, зачем ему тратить свои интеллектуальные силы Однако ж, как я погляжу, ты слишком туп внимать мне Что возьмешь с тебя несчастная личинка или пода Что жрел напрасно и породил тебя, урода Сука, ты нарываешься Несмотря на тотальное замешательство от такого ублюдского отношения Уже сейчас мы должны внимать его словам Чтобы примерно понимать, как устроен этот безумный мир Например, мы понимаем, походу, мы Бывшая личинка или пода Но это, опять же, не точно Очень многие факты и тезисы, заплетаемые в наш разум Будут противоречить друг другу и взаимоисключать какие-либо смыслы Сам же Липкий говорит о необходимости упорного труда и обязанности доказать, что мы Не очереднярское чмо, которому суждено подохнуть в канаве В случае успеха нас наделят полезной информацией и не только С виду обманчивого Липкий хоть и мудень, но не чудовище Какие-то базисы он дорассказывает Он советник подиша, а подиш это название конкретно данного эскеева Сам же этот мир в цепи миров зовется фастралом В астрал есть мир элиподов Наш же герой, слэш вангер, слэш мы Изгой зашкварный, отвергнутый стручком и поэтому не ставший полноценным элиподом Участь в таких быть посаженным в местный аналог автомобиля Мехос И назначение на роль вангера Ты вне любого банча, ты бибов-пожиратель Перед рассказом про наше первое задание Хочу чуть подробнее зателить за функции местных кнопок интерфейса Не имеющие ни описания, ни какого-либо намека на то, что они значат Первое, этот замечательный кружок ведет нас в окошко сохранений А сохраняться мы можем лишь в помещениях Никаких вам автосохранений и квиксейвов, торгаши казуальности Второе, нижняя часть окошка доставляет нам возможность общаться с тем или иным неписям Нажимаем на вопросик, выбираем нужную нам тему и кликаем на галочку Советую, как можно чаще спрашивать всех из себя обо всем Конечно, сейчас на некоторые вопросы нам не ответят Но потом инфа будет доставаться куда легче А что или кто есть вангеры, советник? Кто это такие? Ты это спрашиваешь у меня, советника? Хм Ну идиотов приходится мне принимать А что или кто есть липкий советник? Это я, дурак Я липкий Советник подиша Я липкий Липкий я Запомни это, существо Хотя бы природа обделила разумом тебя похожим И третье Стрелка вправо ведет нас в магазин, наполненный самыми разными вещами Сейчас мы обладаем сравнительно дешевым, но не самым худшим транспортным средством Кислый монг У него малая вместительность Пушки крупные на него не навесишь, но для начала очень даже сойдет Наше первое задание это взять в местном аналоге магазина странную зеленую хрень Нимбас И отвезти его в инкубатор А там уже и поглядим, как дела пойдут Но вот беда бедулюшная Эта странную зеленую хрень нам надо покупать на свои собственные бибы Что? Не знаете, что такое бибы? В этом мире валютой ценные стали странные хрустящие жуки, бегающие на поверхности Если по бибам проедемся, то мигом попадут они в наш кошелек Но таков метод заработка крайне сомнительный долог Про то, как их эффективно зарабатывать, вы еще узнаете На свои собственные деньги покупаем Нимбас Кладем в кузов Покупаем нещуганскую пушку Мохотин И покидаем эскейв, нажав эту кнопку Мы на поверхности, а в мозгу начинающего игрока легче не стало Все вокруг зеленое, странное, как ездить, что делать, как стрелять Что это за авторитет, удача? Почему все вокруг то зеленое, то не зеленое Мехас умеет прыгать? Вообще вся инфа об управлении есть в настройках в главном меню Желательно запомнить, а по ходу игры менять кнопочки под свой вкус А насчет удачи и авторитета скажу пока что кратко Авторитет показывает нашу крутость Плюс с авторитетным бангером Неписи общаются охотнее А от удачи зависит лут в некоторых местах И исход определенных моментов сюжета На этом все, и переходим к вождению Биби и Крей Находимся на поверхности того самого Фастрала До войны это был один из самых первых миров, открытых людьми Поэтому тут в большом количестве находятся руины самых разных построек А пейзаж более-менее напоминает типичный человеческий постапок Сразу обращаю ваш взор на строение объектов этого мира И земля, и предметы состоят из вокселей То бишь купических пикселей И именно из-за этого оригинального строения На всем и вся можно оставлять свой след Колеса оставляют следы От взрывов остаются ямы и так далее Конечно же после каждого входа и выхода из равностроения Вся карта восстанавливается То при желании вы можете включить в настройках функцию сохранения вашей деятельности Но я бы вам не советовал это делать при первом прохождении Потом как-нибудь вы узнаете почему В кузове нашего мехаса нимбус И требуется он в инкубаторе Добраться туда та еще трудность, лихая для новичка Но ничего, игра не настолько поехавшая В меню справа вы можете поиграться с камерой И включить компас В роли навигатора выступает жук Подобный алкоголику-пассажиру, который и без трипл-гиса знает дорогу Он по идее должен показывать маршрут Но вместо этого как угорело летает по экрану У данной аномалии есть свое объяснение Все миры в игре представляют из себя длинную плоскую карту Правда сама карта границами не окружена Поэтому при выезде со края вы просто окажетесь в другой стороне То есть по сути мы катаемся по объекту очень похожему на трубу Но это на самом деле не совсем уж точно описывает масштабы шизы разрабов Концы карты, а именно верх и низ, также соединены между друг другом Но дабы мы не хитрили и не сокращали путь На границе была выставлена единственная невидимая стена Таким макаром до вас должно дойти Что все миры представляют из себя нечто Похожее на колечко-колечко Именно поэтому навигатор то и дело колбасит А вам же лишь остается к этому привыкнуть И воспринимать показания компаса Как примерно езжает куда-то туда Когда вы со всем этим разобрались, можно спокойно катить по дороге Падать в канавы, материться, кувыркаться на кочках Материться, плакать, отстреливать грибы Отлетать от них при взрыве И все больше задаваться вопросом А захи оно мне не надо? Химические процессы зарождают в вашем мозгу вывод Вангеры это какая-то кривая аркада про мошенки без сюжета И с одной стороны как бы нет Но с другой стороны для этого есть самогонки Если вас вдруг ранило или меха зарыгал дымом черным Вам дорога до специальных станций ремонта Карты не пустые, на них есть самые разные точки и постройки Попробуйте ради интереса заехать И посмотреть, что будет Доезжаем до инкубатора И тут у новичка окончательно сорвет резьбу Как войти в инкубатор? Как открыть этот люк? Почему он закрыт? Ничего страшного, нам говорят открыть люк А открывается он этой замечательной кнопочкой Сразу легко догадаешься, ведь все в этой игре такое интуитивное Моя интуиция подсказывает мне, что все эти годы Томпсон воевал не с той игрой Мы в инкубаторе в гостях у пальца А палец липким в одном стручке Но сам полноценным не является Ведь палец лишь функция стручка А липкий хозяин пальца Я вижу как у многих уже кисель в мозгах кипит И из жопы льется, так что слушайте Иллиподы живут в стручке А точнее скажем так Подсоединены к особому биосерверу Этот сервер и называется стручком Они вечно друг с другом в контакте И никогда не чувствуют себя одинокими При смерти Иллипода он не умирает Ведь разум его остается в стручке Палец слуга липкого И мысли их схожи И имеют между друг другом связь В одном стручке со мной палец Я слышу как во флегму Окунул он хвост Плутишка Но в отличии от липкого Палец все равно к нам относится сочувствием Ему до ужаса Грустно ты на взгляда на нас Ведь мы вне стручка Мы одиноки в этом мире Внутри сочевальни на колесах Стручки основа жизни или подов Нам так хорошо Что мысль об одиночестве твоем Меня смущает право Страшно быть вовне Разговоры о жизни и сокровенном Быстро перетекают в беседы еврейско-деловые Мы привезли купленный в подише нимбос И теперь мы можем продать его тут Намного дороже И тем самым заиметь прибыль В самом же инкубаторе По словам Пальца Нам следует приобрести флегму И потом Также за эти деньги Продать на подише Благо мне не надо Вести эти скляночки В алмазный Первый уровень Экономической вангерской жизни Нами понят И все экономисты Вам завидуют Торгашом по профессии Быть можем Покупать что-то тут И дорого продавать там Для начала жизни Дело очень даже прибыльное Флегма нужна на подише И мы туда ее привозим А липкий От наших действий правильных Довольно ручит И просит еще Пока что не стоит Беспокоиться о высших материях Мы простой колхозный Мехосмахер Катаем по карте Изучаем дороги на будущее И просто учимся Адекватно водить Если же вам вдруг Надоест возить товар Из одного места в другой То могу дать Небольшой совет По карте Разбросаны Самые разные тайники Пополняющиеся Контентом Время от времени Попасть мы можем В них Через специальные люки Открывающиеся Так же как двери В инкубатор и подиш Правда Содержимое этих тайников Напрямую Зависит от вашей удачи Больше удачи Ценее лут Хотя Кличилок И пачек патронов Вам вполне хватит Чтобы успешно поднимать Начальный капитал Поработав Таким странным Курьером Мы наконец Ловим богатую На лор Лекцию От пальца Поясняющего Заместный цикл И как вообще Все происходит Цикл Или подов Состоит из трех стадий Первая стадия Это жургон Я понял его суть Так что Или поды выбирают Самых старых И те зарождают В себе нимбус Все участники Стручка Обалдеют От того что В стариках Набухает нимбус И вдруг Хрясь Тишина Пожилые То ли лопнули То ли просто Испустили Последний шептун Эти артефакты Жизни Доставляются Вангерами До инкубатора А в самом же Инкубаторе Происходит Нечто тайное А именно Зарождение Элика Зародыша Элипода Следом Идет вторая Стадия Элирекция Необходимо Доставить Эликов На подиш И доставить Очень быстро Ведь элик Без специального Ухода Быстро засохнет И умрет А мы получим По шее Именно поэтому Чтобы подстегнуть Вангеров Доставлять эликов Как можно скорее Элиподы Устраивают Эпичные гонки От инкубатора До подиша Первый Получит Много бибов А последний Будет чмом Завершающей Третьей стадии Цикла Является Чавка Элики Привезенные Подходят К остывшим Телам Элиподов Давших Нимбусы И принимают Сочный Дар Элипода Мякоть Элики Пожирают Трупы Стариков Давших Нимбусы И занимают Их места Наполнившись Сознанием Из стручка Сейчас Вы послушали Лекцию На тему Занимательные Сочинения Из Кащенко Ныне Суть нашей Негласной цели Это победить В гонке Эликов И в награду Получить Бибы Да похвалу От Элиподов Не советую Прям с самого Начала Пытаться Занять Первые Места Потому что Вы скорее Всего Не сможете Сразу Как начнется Гоночная Каша Мала Будьте Рядом Со всеми И не пытайтесь Срезать Или найти Другие Пути Смотрите По каким Путям Едут Все Запоминайте И пытайтесь Приехать Не последним Пара Таких Траев И вас Больше В уличной Гонке Не позовут Если же Зарабатывать На новое Транспортное Средство И более Достойное Снаряжение Можете Возить Товар Лутать Тайники Или же Воспользоваться Локальной Системой Квестов Опа Табутаски Ёброт Этого Казино В мире Вангеров По сути Это контракт Сюрприз На выполнении Дела С наградой В виде Бибов И удачи И знаете Вы об этом Лишь после Приобретения И выхода На поверхность Если же Вам задание Не понравилось То это сугубо Ваши проблемы Назад дороги Нет Либо выполняй Либо же Потеряешь Столько удачи Сколько мог Заработать Можешь Продать Табутаск Выкинуть Но от обязанности Тебя Это не избавит Мало того Сука На задание Дается Определенное Количество Времени Допустим Три цикла Или же Один Если попался Табутаск На один цикл И ты забрал Его в конце Цикла То это Твои проблемы Навозник Но благо Поначалу Табутаски Типа Подавить Бибы Пострелять Грибы Если же Вы все еще Не вспомнили Что игры Должны Приносить Удовольствие А поэтому Продолжаете Сидеть В ангерах То глядишь У вас Получится Накопить Бибов На Допустим Эту Машинку Быструю В этом Мехосе Намного Больше Места Для товара Слоты Под пушки Большие Да и От скорости Его У других Вангеров Ветром Срывает Шапки Гондонки Давай Давай Немного Осталось Немного Осталось Боже Я на первом Месте Я на первом Месте Из четырех Хотя их Там было Шесть Или Семь Так Все Еду 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 Все Все Едем Едем Все Хорошо 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 Отстреливать Стрелю Не мешай Да Сука Сука Едем 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 Ну Ну Давай Давай Вот я На входе Че Ты Застрял Нет 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 Липкинами Гордится И всячески Обмазывает Приятными Словами Ути Какой Ты Мой Хороший Вангер Сразу Видно Что Наш Или Подовский А Ничмоби Бурацкая Наш Считай Уже Куратор Решает Макнуть Нас Чуть Глубше В Тайной Жизнь По его словам Всеми Биусами Повелевают Куклы Но не Сами По себе А Некой Нюхой Что По факту Представляет Из себя Грунт Пропитанный Кукловскими Запахами При этом У каждого Вида Биусов Свой Собственный Вид Кукол Запахом Нюхи Или Поды И другие Биусы Ловят Нехило Такой Приход Который По мощности Превосходит Даже Свиной Оргазм Или Поды Много Заплатят Нам За Порцию Качественной Нюхи Хотя Их Главной Мечтой Является Идея Обладания Всеми Куклами Или Подовскими Которые Кстати Обитают Где Угодно Но Не На Фастрале И Тут Мы Приближаемся Пожалуй К Важно То Что Наверху Ты Видел Эти Коридоры Их Ни С Чем Не Спутать И Ты Наверное Уже Пытался В них Пролезть Глупец Коридоры Пропускают Далеко Не Всех Каждый Уникален Каждому Присущ Свой Ключ Ключи К мирам Нам Будут Выдавать За Особые Заслуги Как Те Же Победы В Гонки Эликов За Наши Успехи Нам Вручат Ключ Сво Астрала На Глоркс Родину Бибуратов Перекресток Всех Миров Цепи Если Вы В очередной Раз Прогрызетесь Зубами Когтями Колесами Мехаса Сквозь Ораву Других Вангеров И Жестокую Зеленую Пустыню Весь Стручок Элиподов Дружно Зауважает Вас И заявит Вслух О Вашей Благородной Кандидатуре На роль Путешественника Сквозь Мир Более Мы Непростой Вангер Таргаш Мы Охотник Занюхой На Службе Уилиподов Но Работа Это Опасно Ведь Впереди Нас Ждет Новый Неизвестный Мир Глоркс Родина Бибуратов А на Сегодня Все И Первая Серия Сказа О Вангерах Заканчивается Надеюсь Я хоть Немного Доразвеял Миф О том Что Игра Очень Сложная И Непонятная А Вы Все Поняли И Такие Час Довольные С чистым Разумом Сидите И Думайте О Боже Какая Приятная Понятная Игра Все Здесь Имеет Свою Логику Стоит Лишь Прислушаться И Отнестись К И Немного Серьезнее Как Полноценной Историей Непростого Мира А Необычной Кислотной Аркаде Без Сюжета До Скорых Встреч Навозники Мои Контента Пожиратели Продолжение следует